Друзья, всем привет! Сегодня мы в очередной раз приехали в жилой комплекс «Испанские кварталы». Это уже восьмой или девятый объект данного ЖК. И в этом видео покажу вам очередной ежедневный ремонт, сделанный по фэншуру. Заказчик данной квартиры, подписчик нашего YouTube-канала, давно следил за нашими выпусками. И как только пришло время для ремонта, он сразу обратился к нам. И, естественно, мы начали с разработки дизайн-проекта. Квартира площадью 61 квадратный метр состоит из спальни, детской, большой кухни-гостиной, просторного балкона, а также двух санузлов. Как только мы согласовали монтажный план с нашим заказчиком, мы сразу вышли на строительную площадку для того, чтобы возводить стены из газобетонного блока толщиной 100 мм. Этот процесс, согласование, разработка монтажного плана занимает от трех дней до недели, в зависимости от площади квартиры. Стены мы строим из газоблока толщиной 100 мм. Изредка используем толщину 75 мм, либо 50 мм, если нужно сделать какой-то откос, либо стенку для шкафа или кухни. При возведении перегородок используем специальную смесь для газобетонного блока. Не забываем армировать кладку. Для этого мы используем базальтовую сетку. Кто-то использует арматуру, но если мы говорим про отделочную работу в квартире, достаточно использовать базальтовую сетку. При возведении стен не забываем использовать перемычки. Для этого мы используем уголок 45 на 45 мм. Предварительно его грунтуем специальной грунтовкой для того, чтобы не проступала ржавчина. И небольшой лайфхак. Полку уголка мы заворачиваем внутрь блока, для того, чтобы по бокам была хорошая адгезия. И штукатурка наносилась на газобетонный блок, а не уголок. Очень важно не доводить перегородку до самого потолка. Мы оставляем зазор 2-3 см и заполняем его при помощи монтажной пены. Кто-то старается забить этот деформационный шов при помощи раствора, но это неправильно. Зазор делается для того, чтобы ваша плита перекрытия не давила на ваши перегородки. Сосед сверху скоро сделает ремонт и плита перекрытия будет нагружена больше, чем сейчас она есть. И возможны небольшие деформации. И даже если плита просядет на 1,2 мм, то она будет сразу давить на вашу перегородку и возможны появления трещин. Поэтому обязательно делайте зазор. Мы делаем 2-3 см, после чего заполняем его при помощи обычной монтажной пены. На что стоит обратить внимание при механизированной штукатурке? Естественно, должны быть ровные плоскости. Максимально выведены в идеалочку. Если у вас ровные стены, то последующий ремонт у вас пройдет без проблем. Не забываем про углы 90 градусов, а также параллельность стен. Если мы хотим, чтобы наше тестовое покрытие лежало на отлично, то стены в некоторых местах должны быть параллельны. Механизированная штукатурка занимает 3 дня на такую площадь. И как только вы закончили механизированную штукатурку, даете отдохнуть 2-3 дня, для того, чтобы штукатурка отдохнула, набрала прочность, отдала излишнюю влагу. И после чего можно приступать к монтажу черновой сантехники. Вот такой водомерный узел мы собрали для нашего заказчика. Посмотрите, сверху у нас есть система защиты от протечек, проточный водонагреватель, макестральные фильтра. Чуть ниже у нас коллектор на горячую и холодную воду. А также здесь монтирована система отопления, на которой тоже установлена система защиты от протечек. Вы можете видеть зеленый кабель. Он будет подключен к датчику, который реагирует на воду. Если будет какая-то протечка в системе отопления, он среагирует и даст сигнал на перекрытие системы отопления в квартире. Очень удобная штука. Это позволит максимально обезопасить вашу квартиру. После того, как мы смонтировали черновую сантехнику, мы ее прессовываем. Ставим всю систему под давление, это 10 атмосфер, и оставляем на сутки. После успешных испытаний мы сразу приступаем к устройству полусухой стяжки. На что стоит обратить внимание? Обязательно делаем демпферную ленту по периметру всех помещений. Не забываем делать демпферные швы. Вот такие вот они получаются прямые. А если у нас есть угол в помещении, то вот такой конференционный шов мы делаем в местах углов. И самое важное при устройстве полусухой стяжки. После того, как вы ее сделали, в течение 5-6 дней ее необходимо проливать водой. То есть она у вас закрыта под пленкой. Приходите, открываете пленку, поднимаете ее и проливаете обильно водой. И сразу закрываете пленкой обратно. И так в течение 5-6 дней вы повторяете этот алгоритм. Это делается для того, чтобы стяжка максимально набрала прочность. То есть при наборе прочности цементно-содержащих растворов выделяется тепло, испаряется вода. И нам нужно скомпенсировать потерю этой воды. Путем проливания стяжки. Можно из шланга, можно из ведра, как вам удобно. Но это необходимо делать. Полусухая стяжка выполняется за один день. Даем ей отдохнуть 2-3 дня и сразу приступаем к монтажу черновой электрики. Электрику мы делаем по потолку в серой ПВХ-гофре. В гофру используем ДКС. Клипсы аналогичные у производителя, чтобы гофра не вылетала. Кабель используем в ВВГ-НГ-ЛС, производители Конкорд. Именно ГОСТовский. На розетке у нас идет кабель 3х2,5. На освещение у нас идет кабель 3х1,5. Почему мы делаем электрику по потолку, а не по полу? Не во всех ЖК толщина стяжки позволяет сделать и отопление, и электрику по полу. Нам приходится разводить инженерные коммуникации. Электрика у нас по потолку, а отопление и вода у нас идет по полу. Собрали мы вот такие два щита, слаботочный и силовой. Все потребители подписаны. И достаточно просто во всем этом разобраться. И как только монтаж черновой электрики закончен, мы вешаем самые дешевые розетки и выключатели, и проверяем работоспособность всей электрической цепи в квартире. Если будут выявлены какие-то ошибки, то на этом этапе можно легко все устранить, а также к нам приходит заказчик на объект и смотрит, как у него организована система включения и выключения света. Можно будет сделать какие-либо корректировки. Это будет быстро и легко. Вот такой ремонт у нас получился. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok